Работенок 2018 состоялся в Забайкалье. На фестивале были представлены умные машины и квест-столы. Какие изобретения были признаны лучшими, узнаете в ближайшие минуты. В эфире телеканала ТВКОМ, программа «Середина земли». Каждый будний день мы знакомим вас с новостями соседей Бурятии. Сегодня их расскажу я, Галина Соболева и мои коллеги в регионах. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Один из лучших в России художник из Иркутска отмечен на межрегиональном фестивале «За убранство церкви». Квест-столы и роботы-маски в Забайкальском крае провели очередной конкурс «Работенок-2018». В Иркутске приступили к ремонту магистрали. Реконструкция ведется комплексно. По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Ход работ проконтролировал мэр Иркутска Дмитрий Бердников, а вместе с ним и наша съемочная группа. Вы одни не останетесь. Давайте обращать внимание на качество, комплексный подход, качество и срок. У вас когда срок окончания? Срок окончания мы по календарному графику дали 1 июля, но мы постараемся. Ну то есть так вот максимально больше. Дорога по улице Маршала Конева будет сделана качественно и сдана точно к сроку, уверяет подрядчик мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Полный ремонт покрытия здесь не велся с 80-х годов прошлого века. Задача дорожников – за полтора месяца заменить покрытие на площади 10 тысяч квадратных метров. С двух сторон оборудовать тротуары и бордюры общей протяженностью 3 километра. Также здесь появится остановка и будут заменены дорожные знаки. Кроме того, в рамках формирования доступной среды для маломобильных групп населения установят пандусы. А это уже объездная дорога в микрорайоне «Юбилейный». Ее тоже ремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». До 1 сентября здесь должны заменить дорожное покрытие на площади 60 тысяч квадратных метров. Тротуары и бордюры протяженностью 16 километров. Строительства на участках будут вестись как днем, так и ночью. Мы не будем создавать, вот сейчас даже мы увидели, не создаем больших таких неудобств для жителей. Постараемся, чтобы если работать, то по одной полосе, чтобы по второй полосе люди спокойно объезжали. Будем стараться не создавать помех жителям. Но опять же хочу к жителям Иркутска обратиться, чтобы тоже с пониманием отнеслись. Стараемся для них, чтобы маленько потерпеть, но зато будет потом хорошо. В этом году, смотрите, мы сделаем порядка 32 участков дорог. В сравнении с прошлым, это больше на 6 участков. И у нас финансирование в рамках «Безопасных и качественных дорог» программы заложено в этом году больше на 150 миллионов. Отремонтируют дороги и в частном секторе. По заявкам жителей, поднимут, проведут грядирование или асфальтирование. Вести тщательный контроль за качеством проводимых работ. Дмитрий Бердников призвал не только специалистов, но и общественников. Один из лучших иконописцев страны живет в Иркутске. Работа Николая Натяганова отмечена Московским союзом художников на межрегиональной выставке. Художник отправил на нее фотографию убранства Казанской церкви. С мастером встретились наши корреспонденты. Ровно семь лет потребовалось иркутскому художнику иконописцу Николаю Натяганову только на создание центрального иконостаса и росписи главного купола. Высота от пола до верхней точки 30 метров. Площадь 39 на 33 метра. Сложности в реставрировании добавляло то, что изначально стены были расписаны масляными красками, которые от времени потрескались и обсыпались. Еще мешали строительные леса, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вот это было при мне, когда это все где-то в 2006 году убрали все эти металлические сварные конструкции. Мы наконец храм увидели, который 70 лет с лишним стоял в лесах в таких мощных. И когда интерьер открылся, появилось больше еще идей каких-то, ну что, хоть я и представлял интерьер церкви, но я его представлял тогда, когда смог залазить на леса фрагментарно, как-то по чертежам. А когда все открылось, тут идеи просто вообще болелись. В итоге многие элементы орнамента решено было покрыть по золотой, а боковые стены иконостасов облицевать зеленым мрамором. Но это не конец работы. Сейчас художник работает над убранством вот этих ниш. Сюжеты рисует сначала карандашом на чистой поверхности. Украшены были только вход и центральный купол. С реставрации последнего и начались работы. В старину там был крест, вернее, он и остался, георгиевская форма, окруженная 80 лучами золотыми. Это мы все восстановили в том виде, в котором было. Просто я предложил Ладыки написать еще, например, серафимов, шестикрылых. Вот, значит, окружают там серафимы это все. А в поясе купола расположены ниши в старину. Они тоже были расписаны художником Максимом Зязиным. Но росписи до нас не дошли. Они были в плачевном очень виде, их просто сбили. И решено было расписывать заново. В апреле 1892 года церковь была освящена. В советское время внутри нее располагалась киномастерская, фабрика «Сибирский сувенир». И только лишь спустя 70 лет сюда вернулся дух. Окраски добавил Николай Натяганов. И вот уже 19-й год церковь продолжает расцветать. По словам художника, для завершения работы ему потребуется еще как минимум 10 лет. К эфиру «Середины земли» присоединяются журналисты из Забайкальского края. Сегодня о самых интересных событиях региона расскажет Юлия Тимошенко. Марат Башаров и Ирина Безрукова проведут церемонию закрытия 7-го международного кинофестиваля в Забайкалье. Расскажите, когда и в каких номинациях будут награждать победителей? Здравствуйте, Галина. На церемонии закрытия кинофестиваля 3-го июня будут объявлены победители в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Приз зрительских симпатий», «Приз губернатора Забайкальского края». Юлия также объявит победителей конкурса «Новый взгляд» и к другим новостям. Споры вокруг церкви Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Калинино, не утихают вот уже 8 лет. Историческое здание на сегодняшний момент, ему уже около 300 лет, буквально разваливается на глазах. Чтобы не допустить его разрушения, еще в 2010 году был объявлен сбор средств для консервации святыни. Вот только средств до сих пор не хватает, а воз и ныне там. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Калинино, признанный исторический памятник. Этому зданию уже около 300 лет. Особого ухода за ним не было и как следствие покосившиеся стены, осыпающаяся крыша и практически полное разрушение алтарной части церкви и трапезного помещения. Сегодня на заседании оргкомитета вновь подняли тему сохранения этого исторического здания. Просто рабочая группа, не такого рода оргкомитет, собирался в 2015 году. На этом весь процесс остановился вообще. И на сегодня мы с Виктором Ивановичем Кулешом общались. Виктор Иванович как профессионал высочайший, вот уже высказывает опасения о том, что эта церковь вообще как бы уже не разрушалась. Еще в 2010 году попечительский совет постановил учредить специальный фонд, в который любой желающий мог внести средства на спасение церкви. Всего за 8 лет удалось собрать около 12 миллионов рублей. Но и этого мало. На консервацию объекта по предварительной смете требуется чуть больше 21 миллиона рублей. Консервировать постройку нет смысла, считает заслуженный архитектор России Виктор Кулеш. Из-за фундамента из мелкого песка, ила и глины, которые более трех веков назад сделали строители, здание неотвратимо разрушится уже в ближайшие годы. Поэтому необходима полная реконструкция. Однажды мы дождемся, нам нужно только очень дождливую осень и очень ранние заморозки. И этот свод рухнет. Хорошо, если он рухнет где-то, так сказать, в темной ночи. Но там бывают экскурсии, там бывают целые автобусы школьников. И вот однажды мы, так сказать, будем кричать и исследовать, кто виноват. Поэтому я считаю, что вопросы с консервацией надо забыть. Эти 21 миллион, которые, так сказать, собираются выбросить за фуг, не надо делать. Надо сразу начинать восстановление храма. Консервировать церковь или нет, решит попечительский совет, который после этого заседания должен снова начать свою работу. Остается надеяться, что памятник архитектуры все-таки дождется решения правительства. И, вопреки прогнозам Виктора Кулеша, не рухнет на головы очередной экскурсии. Полина Харченко, Сергей Миртов, Середина земли, Забайкальский край. От шагающих и бегающих роботов до интеллектуальной системы охраны и умного дома. Свои конструкторские разработки юные забайкальцы сегодня представили на краевой выставке «Работенок-2018». В ней принимают участие дети из Читы и Агинского бурятского округа. Вы должны указать дату автоматического запуска ракеты. Недалеко от меня расположена синяя панель с цифрами. На создание квест-стола юные робототехники потратили полтора года. По сути, они воплотили в реальность игру с мобильного устройства. У него есть свои преимущества перед квест-комнатой. К примеру, его можно использовать на корпоративах и праздниках. И поскольку пройти задание можно даже сидя, он подходит для маломобильных людей. Нужно выполнить ряд загадок, чтобы достичь главной цели запустить ракеты. Здесь, допустим, нужно провести, не касаясь проволоки, повторить код, который покажет стол, ввести код при помощи номера набирателя, вводить коды различными способами. Это ваш помощник, который дает вам подсказки, как проходить квест. Сейчас еще я делаю электрическую ловушку для тараканов, которую, к сожалению, сегодня я не представил. Но это тоже достаточно актуальный проект для Читы. Практическое применение есть и у проектов, которые сегодня на выставке представляет Валерия Свинтицкая. Это робот-маска. Он предназначен для квест-стола и для квестов. То есть он следит глазами за людьми, проходящими мимо. Также, как мы потом обнаружили, он измеряет дистанцию. То есть это можно применить не только в квест-столах, но и в спорте. Второй проект – это пугалка для ворон. То есть сейчас весна, дачи начинаются, рассады, посевы. Изначально данный проект стрелял мягкими пульками, чтобы, не причиняя птицам вреда, отпугивать их. Сейчас он стреляет лазером. Это пока прототип, еще пока никто не применял. Марат Даурцев привлекает зрителей необычным костюмом, который создан просто для красоты. Зато его проект «Умный дом» практически готовая разработка для применения. Система работает через мобильное приложение и стоит, в отличие от аналогов, совсем недорого. Он может открывать гараж, ну, двери любые открывать, которые у нас есть. Управлять светом и выводить температуру и влажность в реальном времени. Но у нас эта система не очень надежная, так как в современном мире подобрать пароль к точке доступа не просто, а очень просто. То есть злоумышленник любой может очень легко взять и сам открыть эту дверь. Поэтому я дальше позиционируюсь на этой системе, разрабатываю систему умной защиты. Всего на выставке представлено около 50 роботов, созданных не только подростками, но и совсем юными конструкторами. Интерес к некоторым разработкам уже проявляет бизнес-сообщество Края. В этом году мы принимали участие в инвестиционном форуме, например, организованном Министерством экономики, и Министерством развития экономики Края, и корпорацией развития, в котором представили свои проекты, которые действительно прямо сегодня могут быть взяты на вооружение и внедрены в реальный бизнес. В следующем учебном году ребята начнут осваивать новые направления. Подводную робототехнику, создание искусственного интеллекта робота-разведчика и умных систем беспилотников. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин, Середина Земли, Забайкальский край. В программе Середина Земли мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая, они уже с нами на связи. Здравствуйте, о чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях связанных с Китаем в студии Сянчжунань. Китайские магазины расширяют ассортимент зарубежных товаров. На прилавках сейчас все чаще можно найти мясо из Австралии, сыр из Европы, вино и кофе Латинской Америки. Кроме того, увеличение объемов импорта коснулось закупок иностранной техники и медпрепаратов. Таким образом, страна подкрепляет свою заявку на дальнейшее открытие внутреннего рынка. Как это отразится на темпах роста мировой экономики, выяснили мои коллеги. Хорошие новости для пациентов китайских больниц. С 1 мая в стране отменили тарифы на импорт медикаментов, в том числе противораковых препаратов и ввозимых из-за рубежа средств традиционной китайской медицины. Этим шагом власти КНР планируют решить сразу две задачи. Гарантировать жителям страны доступную медпомощь, а также еще больше открыть внутренний, в том числе и фармацевтический, рынок внешнему миру. Данные китайской таможни показывают, что с начала года страна стабильно наращивала объемы импорта. Как результат, профицит торгового баланса сократился примерно на четверть. В то же время в КНР решили снизить тарифы на импорт автомобилей и сократить пошлины на ввоз многих других видов товаров. В прошлом году страна сократила тарифы на 187 товарных категорий. Потребители рады, а производители же получили стимул искать и предлагать новые конкурентные преимущества, чтобы обойти своих зарубежных конкурентов. Китай ставит на открытости внутреннего рынка, чтобы мотивировать свои предприятия работать по международным и стандартам качества. Мы должны повышать свою конкурентоспособность на глобальном рынке. В ноябре в Шанхай откроется первая ярмарка импортных товаров. Принять в ней участие намерены представители больше чем 1300 компаний из 120 стран и регионов. При этом треть зарегистрированных экспонентов из развитых государств, в том числе США, Германии, Франции, Японии и Великобритании. По прогнозам, в ближайшие пять лет Китай импортирует товары на сумму в 8 триллионов долларов. Неудивительно, что зарубежный бизнес стремится заполучить свой кусок пирога. Рост объёмов китайского импорта выгоден нашим торговым партнёрам. Он также поможет развить в мировой экономике и достижению общего процветания. Китай – крупнейший торговый партнёр более чем 120 стран и регионов. Доля КНР в общемировом импорте сейчас составляет 10%. Поэтому открытость китайского рынка не только пойдёт на пользу процессу реструктуризации национальной экономики, но и даст новые возможности бизнесу из самых разных частей мира. Власти провинции Хайнань взяли курс на привлечение талантов. К 2025 году планируется мотивировать миллион местных и зарубежных специалистов переехать, жить и работать в регион. Такие меры, обоснованные планами правительства КНР, превратить остров Хайнань в пилотную зону свободной торговли. Продолжение темы – материал моих коллег. Курс на привлечение талантов взяли власти провинции Хайнань. Более 200 тысяч профессионалов из различных областей планируется мотивировать на переезд в китайские тропики к 2020 году. Дальше больше – к 2025 году количество талантливых экспатов на острове будет увеличено до миллиона человек. Стратегия предполагает привлечение как специалистов отечественных, так и зарубежных. Мы приветствуем в нашем регионе талантливых людей из разных индустрий, включая сферу предпринимательства, специалистов из крупной корпорации, государственных управленцев. С целью привлечения так необходимых региону талантов была разработана специальная преференциальная политика. Согласно программе, обладающим высокой квалификацией специалистам, помогут жильем, образованием для детей и работой для супругов. Кроме того, обещают ослабить ограничения, вызванные существующей в Китае системой прописки Хукоу, которая фактически привязывает китайского гражданина к определенному месту жительства. Но у мигранта как минимум должна быть степень бакалавра, и он должен претендовать на должность среднего уровня. Для приезжих талантов будут действовать правила, согласно которым они смогут приобретать жилье на тех же правах, что и местные жители. Без каких-либо ограничений. Власти провинции Хайнань намерены создать более благоприятные условия для предпринимательской и инновационной деятельности в регионе. Будут набирать обороты и проекты по усовершенствованию инфраструктуры. На церемонии празднования 30-летней годовщины основания провинции Хайнань и создания Хайнаньской специальной экономической зоны председатель КНР объявил о планах превратить остров в пилотную зону свободной торговли. Он потребовал от провинции отдать приоритет открытости, а значит ускорить создание новой системы экономики открытого типа. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Виктория Слепцова, CGTN О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok